Всем привет! У нас сегодня воскресенье, и мы с Лёшкой достаточно много чего по дому сделали. Ну как, он мне очень помог, он помог мне помыть холодильник, сегодня было это в планах, потому что опять намёрз огромный кусок льда просто на его стенке. Я ещё проплесосила, помыла обувь, приготовила говядину в фольге, просто запекла лопатку там в специях и горчицы, и она получилась очень-очень мягкая и сочная, потому что я три раза меняла температуру, ну и фольга, собственно, мясо дало сок, и получилось такое прям очень-очень ароматное и нежное. Лёша успел сегодня съездить на рынок, продали с папой прицепы, и теперь хотим поехать вечером в порт, может быть, в Ленина или куда-нибудь ещё, посидеть, перекусить на природе, полюбоваться, не знаю, видами или закатами, не знаю, как надолго мы поедем. Я сейчас сижу, меряю температуру, сомневаюсь, что она у меня вообще будет, просто у меня очень сильно болит горло после вчерашнего дня. Я себе думаю, где я могла его простудить, может быть, когда мы с Кариной пили холодный кофе или когда вечером пила сангрию, но сангрию я пила очень-очень медленно, я её просто тянула. А вот кофе тогда здорово в себя выплеснуло весь, возможно, из-за него и горло так сильно разболелось. Плюс у меня, ну, в теле такое ощущение ломоты, потому что у меня крепатура после занятий. Ну, я как бы каждый день себе даю какую-то нагрузку, это как я рохлик, я всегда это ощущаю. Вот вчера на танцах я очень сильно мотляла головой, и у меня теперь сегодня серьезно болит шея. Как бы это, конечно, норма, просто в целом вот такое состояние какое-то, как будто я болею, сомневаюсь, что будет температура. Мне тоже Лёша об этом говорила, что если даёшь хоть какую-то себе нагрузку, если танцуешь или бегаешь, неизбежно, что что-то всегда у тебя будет болеть, то ли там дёрнул, то ли крепатура, потянул, где-то какие-то проблемы у тебя начиналось сразу у себя выдавать, да, когда, например, ничем не занимаешься, ты можешь не знать, что у тебя колени слабое место, к примеру. Ну, кто чем-то занимается, тот меня понимает. А с другой стороны, я рада, что я себе даю какие-то нагрузки, и я все время в движении каком-то, и себя поддерживаю хоть в тонусе. Если вы еще не были в Инстаграм, заходите, там много фотографий выложила, рецепт слоек дала, рассказала про квест, отметила ребят там, и еще будут снимки, у меня много в запасе, еще сегодня хочу наделать. В общем, у меня сейчас вот тот самый период, снова вдохновение, и я заметила, что мой Инстаграм, мое видение, вообще фото себя очень сильно изменили за вот этот карантин, очень сильно, когда я начала вообще углубляться в эту тему. Я думаю, что вы это даже сможете просмотреть по моей ленте в Инстаграм, как она изменилась сильно, вот, ну, совсем другие цвета. Я просто по-другому стала видеть как-то, не знаю, почему так случилось. Мне это очень нравится, и мне хочется творить, творить как можно больше. А, да, футболку я постирала, вчера все-таки на квесте я ее испачкала, не сильно, то, что я испачкала, отстиралась, но Каринка вчера меня случайно своей помадой, видимо, испачкала, и она не до конца отстиралась, потому что наша машинка все же стирать реально не очень, вот, потому и маме давала какие-то белые вещи, там еле-еле заметное пятно осталось. Ну, я ее постирала машинкой, и она у меня высохла, на солнце сама погладилась, и я снова сегодня в этой футболке, потому что у нас сегодня очень жарко, и мне в ней будет классно, белая объемная футболка, это идеально, по-моему, на такую погоду. Мы решили с Лешей сегодня на ужин себе купить что-то, fish and chips, потому что тут третий раз, нет, четвертый даже получается, и мы заказали себе два ролла в лаваше, мы думали сначала в маке купить, но купим здесь, и, ну, написки, я вам потом покажу. Ребят, вы меня спрашивали, где эта шикарная дверь, вот она, вот он порт Ленина, а вот эта дверь, она вообще, я чисто случайно заметила, как я раньше ее не замечала, я не знаю. Да, да, вот это прям вот, вот. Просто дело в том, что оно еще так красиво получилось, потому что был закат, было красивое солнце, но все в целом, прям, очень было атмосферно, мое любимое слово. Очень вкусный латую fish and chips мне сделали, прям, он какой-то бомбический, не знаю, что-то, наверное, самый вкусный за последнее время, что я пробовала. Присели мы тут в тенечке, еще и солнце зашло, в общем, класс. Мы тут еще никогда не сидели на подстилке, вообще мне нравится порт Ленина, что-то мы как-то редко в нем прижали, а сейчас зачастили. Еще Калина и Женя недавно здесь были на пикниге тоже, я так вдохновилась их гуляньем, можно так сказать, они красиво так сидели. А мы чисто так, просто абстрагироваться немножко. Кстати, температуры у меня нет, но чувствую себя неважно вообще. А, смотри, как нам замотали, классно. Фольгу. А с чем ты взял? Вот тунец домой. А ты соцойте взял? Какой ты? Мало бы кровати. А, да, ты видишь. Он прям горячий. И, кстати, они по 75 гривен. Лешин компот, вот, тоже такая баночка прикольная. Короче, хорошо сидим. Как оно лежится? Лежится? Лежится. Что сказать, лежится? Возлегается, как сказать. Возлагается? Как тебе ролл? Не понравился, да? Никакой. Дело в том, что, нет, все вроде бы и свежее, и рыба вкусная сама по себе, но, видимо, не наша тема, ролл со свежей рыбой. Ну, в смысле, не с наггетсами, как, например, в маке. Я бы второй раз, наверное, не взяла. Не то, что у них там что-то некачественное или... Ну, мне так-то по отдельности все ингредиенты вкусные. Просто, да, ролл с свежей рыбой. Ну, мы все, что брали, было вкусно. И эту же рыбу мы заказывали на годовщину. Так все вкусно. Она точно так же сделана, все было вкусно. Но сейчас у меня у рыбы был какой-то привкус. Вот был, правда, хоть убейте, но привкус был. Ну, не может, рыба какая-то сам по себе такая. В общем, это, ну, это лосось как бы... Вот у нас такой же был, видно, чуть неправильно приготовили, когда на новостейле делали. Ой, на мой день рождения когда делали. Рыба тоже у лосося был привкус. Все, конечно, жевали и говорили все вкусно, но привкус был. Это, Лёша, он чувствует всякие привкусы и прочее. Я вообще этого не чувствую. Просто я поняла, что свежая рыба в ролле не очень мне нравится. Вот и все. Претензий к фишн-чипсу не вообще нет. Просто свежая рыба. Не банки консервированная. Вот когда я ела бутерброд сэндвич на вок заправке с консервированным тунцом, это вообще был как просто. Очень вкусный сэндвич. Здесь все хорошо, все отлично. Только иногда муравьи заползают на тебя. Это я не люблю, как вы знаете. Насекомых не люблю. У меня все, слава богу, закрыто. Вот, велосипедка. Мне так кажется. Спасибо ему большое. А вот и не знаю. А у меня все места понятные. Понятные все места? Да. Слава богу. Шиточки, шиточки, минуточки. Что ты меня так снимаешь? Ракурс уже. Какая-то раньше такой ракурс. И то правда. Так снимаю с другой стороны. С вот этой? С вот этой? Да. Мы, кажется, собрались на комедию спонтанно. В кинотеатре работать. В масках надо сидеть? Я не знаю. Интересный вариант. Дождик капает. Чуть-чуть совсем. Поехали, тут рядом как бы. Ну давай. Посмотрим, как там обстановка, да? В кинотеатре. Мы тут друзья. Мы давно не были очень. Они ж только недавно начали работать. Я смотрю, какие-то супер премьеры, конечно, еще не... Потому что ничего не снимают сейчас. Полком. Ну да. Я не была в кинотеатре миллион тысяч лет. Мы 17-30 снимем. А сейчас сколько? Ну да. Как на себя? Где тут кино, на которое мы идем? Я хочу сильно мулан посмотреть. А его сведения даже и нету. Его вообще будут показывать. Его, наверное, уже показывают. Через одного, да? Смотрите. По условиям карантина мы должны продать через одного. Но вы можете сесть рядом с вами. Но через одного от людей. Ага. Ага. Выбирайте. А, тут только центральные заняты, да? Я так смотрю. Ребята, кажется, ни разу не была в туалете в кинотеатре Маяковского. И тут очень прикольно. Здесь, во-первых, очень чисто сейчас. Здесь очень мало людей вообще. Не то, что в туалете. Вообще мало людей. Вся Москва. Блин. Мне здесь очень нравится вот сейчас поэтому. Блин. Сказали, что в зале или там особо следить не будут. Уже как поехать в театрах первый показ. Перезанавливать. Уже? Да. Надо подождать. Ты тоже, да, пойдешь? Там такие... Ты был вообще здесь туалеты? Да. Там такие прикольные кабинки. Конечно, не знаю, как помучить. Смотрите, здесь вообще никакого ажиотажа нет. Я бы сказала, что очень-очень тихо и пусто. Гляньте. Вот бы и в зала было так. Знаете, два человека. Мы, например, тоже и все. И больше никого. Я люблю этот кинотеатр. Он тоже такой не шумный, ничего. В отличие там от кинотеатра Вавролик. Мультиплекс. Там пипец. Я люблю, когда мало людей. Смотрите, как корты продается. Прикольно, да? С прикольной. Водичка. Я сейчас чай взяла, потому что, ну, правда, это горло мне сегодня задолбало. Фильм как назывался? Бион? А, нет. А, нет. Французская комедия, которая казалась как-то совсем как не комедия. Я не буду спонять, что случилось, но там реально такой был драматический поворот сюжета, которого не ожидала я и не ждал Леша. Я аж плакала, сидела. И тогда мы вышли такие, знаете, как не комедию посмотрели. Такой тяжелый, какой-то грустный фильм. Хотя так, в целом, фильм легкий. Не могу сказать, что это была сильно смешная комедия. Мы не ухохатывались с того, как там из других французских комедий, которые мы видели. Но он был ничего. Ну, концовка. Наверное, благодаря этой концовке мы его и запомним этот фильм. Если бы он слишком легко кончился, мы даем это. Ну, он был бы просто как... Просто обычный легкий фильм, да. Просто обычный легкий фильм на один разочек. Причем легкий такой? Он правда не плохой. Ну, как, знаете, вот там у нас... Ну, концовка сделала их. У нас было человек пять вообще в этом зале. У нас больше человек восемь. Ну, восемь. Три человека больше. Восемь-десять. Не больше десяти, мне кажется, у нас было. У нас человек десять. Вообще никого. Пусто. Теперь мы под начало 9-го едем. Всего за мёдом. Потому что в Орлах сильно болит, наверное, 6 мёдом 5-я. Сколько сделала, там пила свой горячий чай, большой стакан. Ну, вообще, вообще не помогает. Я не знаю. Я тоже говорил попкорн закрытый. Он был очень вкусный. Потому что вот, наверное, из-за того, что закрытый, влага, может, какая-то сохраняется. Вот эта карамель такая, более мягкая. Он был очень вкусный, было очень много карамеля. Нет. Ой, извиняюсь. Всегда в Маяковского нравился попкорн больше всего. Ну, вообще нравится этот кинотеатр, да? Он такой вот... Маленький, стильный. Это что, стильный? Он уютный. И Довженко я люблю. Но Довженко уже больше. А я же люблю мультиплексом в роли. Пипец. Проходняк, куча людей. Шума. Вот я не люблю такое. Господи, тяжелая какая кружка. Напила с чаем с медом. Съела персик. Хотя, думала, слойку или чипсы. У нас чипсы из дома. Леша покупала вчера. Ни то, ни другое не взяла. Сила воли хоть какая-то сработала. Оно и не хочется, на самом деле. Я еще вот сейчас стрепсил, рассасываю, чтобы горло сильно не болело. Буду спать. Леша тоже. Не знаю, буду ли завтра бегать. Если мне будет завтра нехорошо, утром лучше полежу и, ну, не буду себя нагружать. Надо как-то быстро очухаться. Некогда болеть, как говорится в рекламе. До новых встреч. Пока.